Воз и ныне там. Помехой на пути к домашнему уюту у жителей домов 10, 11 и 12 по улице Новозаводской стала организация «Горуправдом». Баталии за право жить в комфорте длятся уже полгода. Мусор, неприятный запах и неблагоустроенная территория портят вид микрорайона Подрескова с февраля месяца. Горожане предприняли последнюю попытку встретиться с представителями управляющей компании. На собрание приехала и наша съемочная группа. Все в сборе. В условленное время представители администрации, народные дружины и жители домов 10, 11 и 12 по улице Новозаводской собрались в назначенном месте. Виновник навстречу не пришел. Связь только по телефону. У нас здесь объявление по территории развешивали, просто вы не смотрели, не видели. По результатам собрания мы это оповестим. Как все прошло, что жители говорят. Ну не знаю, если вам неинтересно, они будем оповещать. Отписки как издевка. Евгения Лыкова, житель одного из злополучных домов, от бездействия управляющей компанией устала. Платить им женщина больше не собирается. Не за что. В подъездах так продолжает водить, конечно, меньше, по той простой причине, что они теперь более активно выкачивают из подвалов. Но как вода в подвалах стояла, так она и стоит. На самом деле проблем великое множество. Можно обратить внимание на детскую площадку, обратить внимание на подъезды, обратить внимание на озеленение, на все что угодно. Ну ничего не делается, как не делается, так и не делается. Неухоженная дворовая территория, стойкий запах канализации в подъездах, некачественно уложенный асфальт. Так набирается целый ввоз проблем. Проблем моря. Начиная, скажем так, от кровли. Оно недоделано, много недоделок вообще по зданию. Здесь, в принципе, рассказывать можно долго. Впервые жители обратились за помощью в приемный общероссийского народного фронта в феврале 2012 года. Под свой контроль ситуацию взяли народные дружинники. Обещали сделать к лету, то есть мы когда приезжали сюда весной, зимой, обещали сделать к лету и дворовые площадки, то есть детские и благоустройства, и много еще всего, ни одного обещания не было сдержано. Сейчас это просто пустые отговорки. Условия, можно сказать, неподобающие. Причем 50% жилья это для наших военнослуживающих, которые защищают родину и, соответственно, достойны нормальных условий. Не раз приезжая сюда, видим одну и ту же картину, что мусорные контейнеры переполнены в жару. Это, конечно, ситуация ужасная. Я приезжаю сюда один раз в неделю, я постоянно вижу переполненные контейнеры. Пытались решить проблему мирно. Сотрудники горуправдома навстречу не идут. Управляющую компанию пора менять, решили жильцы. Следующий шаг – прокуратура. Там помогут точно. Юлия Арянина, Дмитрий Алексеев, Служба новостей.